С консерваторией у меня многое, что связано. Поскольку я живу рядом, я там относительно часто бывал. Правда, в последнее время я давно уже там не был по разным причинам. Это самый любимый зал из московских. Я там чувствую себя наиболее комфортно. Например, зал Чайковского я не люблю, хотя, конечно, бывал там. Но как-то всегда вижу, что он был создан не для музыки, а для театра Мейерхольда. И как-то его переделывали. В общем, там я себя чувствую не в своей тарелке. Консерватория мне очень нравится. Самое интересное, что меня запомнилось, это однажды я решил пойти на концерт Рихтера. Рихтер был моим любимым исполнителем, и он исполнял моего любимого композитора Бетховена. У меня был очень тяжелый рабочий день. Это было лето. А год, простите, приблизительно какой? Конец 60-х, может быть, начало 70-х. Думаю, что все-таки это были 60-е годы. Я даже почему-то помню, что я был в красной клетчатой рубашке и в каких-то зеленых штанах. У меня билетов не было, но увидев программу, я решил, что я должен туда. Я купил с рук входной билет. Я сидел наверху. Я забыл обо всей усталости, когда я его слушал. Он исполнял в первом отделении третью и четвертую сонаты. Они достаточно мажорные. А во втором отделении он исполнял 32-ю и последнюю. Это уже была совершенно в других тонах. Но это было очень яркое впечатление. Я даже сейчас себя помню в этих красной рубашке и в зеленых штанах. И где-то там внизу играет Рихтер. Вот это такое было очень яркое воспоминание. В конкурсе Чайковского ходил. В Апланте помню такую фамилию. Канадский пианист. Наверное, еще какие-то. Вспомню фамилии сейчас. А Микеланджелия, вот вы начали. До конкурса. Это до конкурса. Это было до конкурса. Да, да. Это было до конкурса. Это было где-нибудь в середине 60-х годов. Наибольшее удовольствие я получал в симфонической и фортепианной музыке. Впоследствии как-то присмотрелся и к Шопиану. Но вот когда говорят о генетике, то вот моя двойственная генетика, она проявилась в том, что по музыке я немец. А вот по литературе категорически русский. Я люблю очень русскую литературу. А к переводной, зарубежной литературе я отношусь всегда, относился всегда с меньшим интересом. Быть может, Эрнст Хемингуэй несколько выделяется. А почему? Потому что вот эта западная литература, она какая-то не героическая. Вот они, с одной стороны, выдающиеся технологические достижения, а вот героев там толком и нет. Точно так же, как я не очень воспринимаю, допустим, Онегина, Ильчатского. А любимые произведения мои, они скорее относятся к советскому периоду. Булгаков, Мастер и Маргарита. Василий Быков. Как человек ведет себя в исключительно безвыходном положении, но должен оставаться человеком. Айплатов тоже, да, кстати. Да. Вы упоминали его сегодня. А скажите, пожалуйста, а вы помните свое первое посещение в консерваторию? Нет. И вот какие-то... Я не помню, что мама меня водила в консерваторию. Впечатление, что вот Микеланджеле мы смотрели вместе с Викторией, с супругой, с Викторией, матью сэн. Ну, тогда. Какие еще музыкальные впечатления яркие? Ну, опера – это, конечно, Верди, Рассини. А дома у вас как-то слушали по радио, может быть, или пластинки? Вот какая музыка была? Одно очень яркое воспоминание, когда мы все вместе сидели у телевизора и прослушали от начала и до конца концерт Владимира Горовица. Дело в том, что мама успела его слушать в молодости в Киеве. Да, тогда он был молодой. Здесь, и, конечно, Горовиц играл совершенно не в стиле Рихтера, но вот у него ноты как-то капали, просто вот так очень мягко с пальцев капали. Вот звуки, это было великолепно. Вряд ли ему, он, наверное, не играл пассионату, он играл, наверное, Шопена, вот такую более лирическую музыку. И еще одно очень интересное воспоминание, которое мы тоже смотрели с родителями вместе по телевизору, почему-то его сегодня не вспоминают, хотя сегодня девяносто лет со дня рождения Ирины Архиповой было бы, если бы она выложила. Исполняли ее Кармен. Но с Пивко, кстати, Пивко хорошо пел. Но я ее с родителями слушал вместе с Марио Дель Монако. Это был такой фантастический дует, конечно. И, по-моему, то, что Марио Дель Монако не только выбрал Ирину Архипову, но и потом всячески ее прославлял за рубежом, наверное, очень большую роль. Соглава в том, что теперь ее называют лучшей исполнительницей роли Кармен самых разных нот. Марио Дель Монако и Архиповы, они были фантастически хороши. Правда, Марио Дель Монако в такой раш вошел, что чуть не удушил в конце. Он очень температуральный итальянец. Был эту сцену заключительную, он сыграл. На ранее допустил. Что еще интересного я могу вспомнить? С Галей Григорьевой, ныне давно уже профессором консерватории, мы познакомились в возрасте, когда мы еще не говорили. Потому что наши няни как-то дружили, и поэтому коляски стояли во дворе рядом. Мы с ней сверстники. Впоследствии мы дружили, так что она бывала здесь в гостях. Младшая дочка Наташа Григорьева, скрипачка. Поэтому по двору мы все, конечно, общались. Старшая сестра Ирина, она стала историком. Она жива по сей день и живет в той же самой квартире со своим супругом, но она уже много лет парализована и не выходит. С Галей я как-то встречался, уже когда она была профессором и разошлась с Азисоном Денисовым. Приятная была сестра. Их отец был из дореволюционных инженеров еще как-то. Папа с большим и мамой с большим уважением относились к этой семье. Если вдруг встретитесь, передайтесь. Но если вы скажете, что вы общались с Генри, она вас не поймет. Надо сказать, что общались с Эриком Норманом. Потому что в детстве... Родителями так и не объясняли, меня звали Эриком. И я на Генри даже не откликался. Так продолжалось до защиты докторской диссертации, когда я как-то повзрослел. А как отчество? А если отчество, то Генри Эдгарович. Кстати, Эдгарович не Эдгарович. Папа звал себя Эдгаром. Так, можно выключить. А вы не знаете, почему вас назвали именно Генри? Знаю. Потому что мама хотела, чтобы я был Николай. Папа сказал, Николай Авакумович, дедушка был жив. Николай Тигранович, муж Улии Николаевны. Коля Струва, мой ближайший друг. Слишком много Николаев. А я хочу, чтобы имя гармонировало с отчеством. Вот сочетание Генри Эдгарович-Норма папе нравилось. И мама смирилась. Тем более, что варианты, которые предлагались, все Джордана. Это уж совсем бывает. И никуда. И мама смирилась с Генри. А когда вы узнали, что вы на самом деле Генри, а не Эрик? В ранней школе, когда я во всех документах писал, что я Генри. А вас звали, когда вы привыкли к имени, это уже позже, да, в институте? Мама никогда не звала меня. Мама меня никогда не звала. Только Эрик. Папа никогда. Только Эрик. Все друзья, включая Галю Григорьеву, только Эрик. И те друзья из прошлого, и по сей день я Эрик. А когда я поехал в турпоход в 1974 году, после защиты докторской диссертации, и там все-таки мне уже было 38 лет. Эрик, хорошо, а отчество? Я говорю, тогда Генри Эдгарович. И они, не так, все не так. После защиты диссертации сейчас говорили. Все не так. После защиты диссертации. Докторской. Да. Докторской. Нет, я решил, что пора вот не отвечать. Ну да, ну что получается? Эрик, а отчество? Тогда Генри Эдгарович. Вот я сосредоточусь, я приеду в группу и представлюсь Генри. Я собрался и стал на Генри откликаться. Это был 1974 год. Вот сейчас, миропрочем, в двух обществах, в которых я бываю, меня во-прежнем называют по имени. Естественно, вот в англоязычной компании я вам говорил, что я посещаю тот Мастов клаб, так называемый Генри, и никаких других, а есть по-русски тоже Генри. И я ходил сейчас из-за болезни, у меня был перерыв, может быть, я еще буду, я неплохо танцую. И в моей танцевальной компании даже школьницы звали Генри меня, потому что все зовут Генри, в дворянском обществе там по имени как-то чаще общаются, князь Андрея, Генри, в эти два общества. Но я там на Генри всегда отключаюсь, отключаюсь. Там меня Эрика Мизова.